привет с вами доктор влад и сегодня у меня всего понемножку вот первый снимок но это я говорил уже в прошлый раз что самолетов здесь полно летает со всякими плакатиками вот самолет летит а за ним вот такой плакатик ice ice baby это даже песенка такая есть какая-то ice ice baby ну вот тут еще будет дальше один самолет ягоды просто вот возле дома вернее возле домов возле деревни прошлой нашей деревни полно всяких кустов с ягодами с яблоками и никто их никогда не ест я не очень соображаю что это за ягода но не волчьи волчью здесь не будут сажать на на калина какая-нибудь полно видите никому не нужна никто не собирает он понует просто вот красивые какие-то такие сережки не знаю что за дерево специалисты подскажите вот а это ну тоже дерево и вот дорожки вокруг деревни всегда вот такие вот дорожки но на них можно по ним можно бегать по ним можно велосипеде кататься вот так вот для здоровья короче просто люди прохаживаются деревья обязательно высажены все ведь его тут вокруг дерева всегда вот так обкопана и насыпана мульча какая-то вот чтобы было красиво ну просто бабочка это я летом где-то снимала это чертополох по моему если мне не изменяет память полно такого добра вот тоже вдоль домов такие вот кустики красиво это все насажено специально это не просто так растет трава здесь внизу конечно траву постригает а это ну просто для красоты по моему это хиноцейка желтенькая а это наверно это щелистник что ли как-то так вот еще один тоже что-то фильм макколз даунтаун но рекламируют ведь как далеко далеко он веревочку выпускает и вот так летает кругами там ну насколько закажешь на полчаса час не знаю ни разу не заказывал а ну вот это кусочек дерева сажают смотрите как деревья здесь сажают подъезжает мексиканец на таком тракторе бульдозере экскаваторе дальше он будет еще это я просто пока он там стоял я вокруг дома смотрите вот дом сдают да вот и всегда значит в нескольких местах вот так вот это для того чтобы поливать все и траву поливать и кусточки и возле дома это уже было высажено вот эти желтенькие и обязательно шиповник очень хорошо пахнущий а осень я собирал шиповник чай с ним пил с удовольствием ну вот чуть подальше здесь вот вот крылечка да и возле крылечка вот такой вот загончик с цветочками полисадничек много разных цветов высаживают сразу это входит в стоимость дома а ну вот он это дерево притащил ведь она обмотана такой тканью которая потом в земле разлагается и ничего не остается сквозь нее корни продираются вот яму он выкопал так опять отвлекся ну это у нас напротив дома дерево ставил я там устроил кормушки вот а внизу уточка ходит видите я снял потому что но это первые годы мои в америке я обалдел что гуси и утки так близко подпускают а ну вот и это последний снимок ведь он уже пришел такой усатый такой мачо он сейчас это дерево зеленым вверх как учили запихнет сюда заровняет и поедет дальше по своим мексиканским делам а ну вот это наш бывший домик такой симпатичный вот то что он показывал присадничек еще здесь вот так полисадничек сделан там можно посидеть крылечка но все как полагается справа дом вообще огромный у нас это тоже был побольше чем ну вот в которой мы сейчас живем там наверху три спальни было и внизу тоже побольше было места вот ну нам куда же но это зачем нам такой большой упс а и вот и на сбок я да это наш вот задний дворик очень большой это все наши включая дерево и там был такой прудик правдю купаться нельзя рыболовить нельзя но зато красиво гуси утки и прочая разная живность а это мы перескочили в зиму смотрите вот ледяные дожди здесь очень часто бывают смотрите дерево все аж замороженное заледеневшие вот и ездить конечно в такую погоду очень опасно везде голимый лед видите как вот и здесь тоже вот она замерзает очень скользко вот кустик какой-то тоже видите тоже весь покрыт зеленый ледяной коркой ужасе ужасе вот айца вот возле дома нашего да тоже видите все как стеклянные деревья и кусты и вообще все на свете и озеро конечно ну не озеро прудик который я показывал недавно совсем ну вот так еще корка снега покрыта льдом снег покрыт коркой льда и здесь все тоже это очень часто бывает каждый год по много раз не очень это хорошо так а вот это вот надо понять что это такое ну вот тут отражается я пытался снять к значит с первого этажа видите вот эта дверь да дверь вот тут вот какая-то ниша это кухня вообще-то говоря жил у нас там один литовец по-русски он прекрасно говорил мы с ним болтали вот и вот он накупал накупал помню я уже где-то рассказывал накупал накупал себе каждый день машины шли с покупками потом другие машины пошли на эти покупки не успакованные ставил значит в эти машины куда-то уже увозили мы поражались терялись догадка чем он занимается как он решил удрать да я рассказывал что у него сын вроде бы ну как он объяснял что старший сын хорошо играет баскетбол а здесь ему не пробиться и в жальдересе в своем вильнюсском он лучше пробьется но мне кажется это отмазка просто ну в общем короче говоря он набрал кредитов но купил всего потом все это дело погрузил в контейнеры и из дома все-все-все повыковыривал все что представляет хоть какую-то ценность вот и вот дальше видите ничего в доме не осталось и все это погрузил и увез к себе в литву марта 2008 года мы уже до 2008 года добрались вот и не знаю где он сейчас вот так вот вот еще кусочек ну собственно первый снимок просто получил даже газовая плита здесь видите труба газовая вот все все он вытащил выволок и ванну и не тазы все 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 и уехал вот такие ниши даже дверь вот сняты что-то он ведь что ли тоже утащил ну в общем как то так это на второй этаж ход в общем вот такие люди бывают это знаете что такое кондиционером управлять там на кнопочках набираешь какое время чтобы он у тебя допустим охлаждение подал в комнаты какой температуры и так далее в общем все все вот в этой маленькой коробочке розеток видите сколько в каждой комнате раз розетка и вот тут еще еще но в общем так такие дела еще розетка очень много розетка потому что очень много электричества электричество разных штучек в американском доме ну все а это ну просто я тоже я удивлялся но как это так гуси вот видите гусак здоровые гусыня гусак всегда впереди и гуся то вот совсем маленький еще желтый они потом серый станут а потом вот такого цвета но вот они плывут вот так вот внимание не обращают но это от меня метрах может быть в двенадцати но так телеобъективом конечно но тем не менее они меня видели а этот испугался спрятался к маме под хвост они всегда так делают к маме под хвост если совсем опасно так они все это все туда соберутся и дальше уже с мамой не страшно так а это два селезня вот они в это время это весна кучкуются постоянно селезни у них такая тусовка потому что утки на яйцах сидят а селезни отдельно плавают ждут пока значит из яйца вылупится птенцы но все равно они потом мало сопровождают вот гуси видели вот на предыдущем снимке они вместе все плыли вот а селезни с утками никогда не плавают утки одни всегда я не знаю почему какие красивые да вот такие красавцы белый ошейничек все как полагается это дикая яблонька у нас там тоже недалеко от дома и тоже никто эти яблонь не собирает и здесь тоже полно этих яблонь и даже они не то что детей уж они вполне вполне как говорится красненькие хорошие меня все равно никому не надо все падает ну это просто вот красота яблони в цвету да вот они какие яблоньки вот такие тоже недалеко от нас вот дорожка по которой я говорил она туда дальше идет за те дома вот это треугольный пруд явно выкопанный видите треугольный вот и да и значит деревья здесь тоже начинают расцветать но это марк месяц вот я не знаю не помню как эту птицу зовут я ее называю генерал потому что у нее погоны такие красивые вот красный желтым и вот они любят на ветках качаться но это у них бизик такой какой-то вот он какой наглый сидит не помню как называется птица но это неважно в россии таких я не видел ни разу камыши вот он сядет на это камыши и начинает раскачиваться балдеет ну вот а это то что я обещал это аэропорт у меня жена я уже не помню каким чудом попала на экскурсию в аэропорт куда ты их отработать что ли возили не помню вот и она автопарад с собой взяла и вокруг снимала там их башенку в какую-то отвели служебную вот аэропорт наш этот как уж он называется господи боже чикагский аэропорт ахера ахера вспомнил вот эта башня где поднимают всякие эти не дай бог майдай майдай то есть ну вообще регулирует все регулирует вокруг все полеты вот так ну вот еще видите сколько самолетов и все как-то обслуживают куча какой-то техники непонятной я когда сюда летела в швейцарии у меня была пересадка я там ну сколько часа на четыре задержался и сидел там одной комнате и все смотрел в аэропорт так много какой-то техники которая вообще не знаю что это такое непонятно но вот видите самолетов много и здесь и там тоже самолеты ахера огромный международный аэропорт вот с хвоста к нему заходят что-то завозят но это на на багаж ну вот еще разок вот такие большие красивые самолеты и опять еще раз в это же окно она подошла сняла вот это терминала видите здесь вот они вот ну вот здесь хорошо видно подсоединяется прям самолетик туда люди идут и вот куча всех вот этих терминалов тут ну огромный аэропорт просто это целый город упс ну вот так еще тоже видите вот терминал он так изгибается можно по-разному изогнуть чтобы удобнее самолет подошел к нему сразу раз туда и ты из-за не издание аэропорта сразу попадаешь в салон самолета ну знаете сейчас в москве и во многих городах так сделано тоже ну вот тоже тут какие-то забавные занятные штуковины я не знаю что и такое вообще конечно это свой мир все вот эти аэропорты интересно посмотреть вот фильмы посвященную тот же аэропорт так так и называется фильм или книжку почитать альтура хелли там вся эта кухня очень хорошо рассказывается интересно мне интересно во всяком случае опа ну вот еще они красавцы такие стоят american american land а вот так вот еще вот тоже какая-то штуковина куда ее зачем ее этот какой-то маленький трактор что или машина но мне это интересно поэтому я сегодня это что и вывел вот какие-то контейнеры тоже вот машины самые разнообразные рабочие служащие ну и последний снимок на сегодня мне он очень нравится я его как-то снял это действительно ночь без всяких фильтров вот ночи так призывно маняще горят вот эти огонечки за каждом семья и все это отражает свете в нашем прудике вот этом небольшом возле дома вот и в общем спокойной ночи малыши до свидания с вами был доктор глад